Воскресенье Вот я сам думал, спрашивал батюшек, а почему так? Святая Церковь практически в конце поста постановила совершать это торжественное акафисное пение Пресвятой Богородице. Но исторически мы читаем, что это память избавления от нашествия иноплеменников на Константинополе. Но мы знаем это, мы празднуем и День Покрова Пресвятой Богородицы. Но думается, что все же, понимая немощь естества человеческого, что вступил в поприще Великого Поста, Пройдя, кто действительно совершает в меру своих сил постное воздержание, по естеству природы люди постепенно устают. И вот как бы начинается некое смущение. И плоть устала, и мысль становится трудно держать. И вот Церковь как бы по ступенькам ведет. Устали? Тяжело крест нести? Вносит крест с Христа в средине поста, где все песнопения и сам крест напоминают о Христе, о Его подвиге и о крестных мучительных страданиях. И мы, невольно взирая, сравниваем свой крест и думаем, Боже, несравнимо, ибо Он за нас страдал, а мы по делам нашим принимаем. И как бы вновь подкрепляемся, идти дальше. Опять прошло почти две недели, и опять подустаем. Но мы знаем, что Мать того, кто взойдет на крест, кто будет умерщвлен, кто будет распят и воскреснет, всегда было с Ним. И когда Он на кресте был, то что было, обращаясь к Богоматери, к Своей Матери? Он говорит, Женася, Сын Твой, показывая на Иоанна Богослова. А к Нему обращаясь, говорит, Это Мать Твоя. И что получается? Вновь и вновь Спаситель, жалея нас, поручил Ему всех нас по крову Пресвятой Богородицы, Своей Матери. И так мы и идем под Ее честным амафором. И поэтому, несмотря на то, что время Великого Поста, вот она приближается, Страстная Седмица, и Церковь установила не просто воспоминания в честь Богоматери, но и с таким торжественным пением. Многожды духовенство входит в алтарь, облаченное, когда торжественно поется кондакт в сбранной воеводе и вновь возвращается, как бы подчеркивая торжественность момента. Вообще, о чем мы можем думать, стоя за этим богослужением. Но сама по себе служба, обращенная к Богоматери, Акафис, естественно, нашу мысль обращает к Пречистой Деве Марии. Но вот другой вопрос. Мысль-то наша обращается о жизни. Мысли обратили о жизни. Мы решили обратить так, чтобы мы начали жить по тем заповедям, которые оставил ее сын и который пострадал за нас и ради нас. И здесь, наверное, большой вопрос. «Редко ли кто из нас может похвалиться. А если начнет хвалиться, знай прелести. Похож будешь на фарисея, который перечислял свои заслуги, а мытарь не мог возвести очи, но пошел оправданный. Так и мы». Сердце радуется, прославляя причистую Деву Марии. Но в тот же момент наш разум, обращенный и к нам, к своей личной жизни, должен побудить внутренний мир, чтобы Богоматерь, она знает и видит нас, радовалась бы, видя наше исправление. Вот и все, что надо нам, и особенно в эти практически последние две недели Великого Поста. Тем более, что она, Пречистая Дева Мария, здесь вот, рядом, явилась своим Пречистым образом. Который на протяжении многих веков спасал великую нашу Отчизну. И к образу Которого, Которой прибегали тысячи и тысячи сердец. А мы счастливы. Хотя бы то, что стоим на месте явления Пречистой Девы Марии. Поэтому обращение и к себе, и к вам, батюшки, и к вам, мои дорогие братья и сестры, еще и еще раз, выходя из храма, меньше пересудов, меньше пустых ветреных мыслей в голове, внутренне собраться, дабы с внутренним покаянным сердцем пройти эти оставшиеся дни Великого Поста и с радостью встретить Светлое Христово Воскресение. Аминь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.